28 мая 1918 года ознаменовало собой появление двух республик Закавказья – Армении и Азербайджана. Однако, если появление республики Армения является логическим продолжением и возрождением древней армянской государственности, то государство под названием Азербайджан появилось на свет впервые. Ни в одном историческом произведении невозможно найти упоминание про такое государство на той территории, где сегодня располагается Азербайджан. Настоящий Азербайджан, или Адербайджан, со времен Александра Македонского составлял и составляет северную часть Ирана. Российский историк профессор Владимир Захаров считает, что республика Азербайджан является чисто турецким политическим проектом, ничего общего не имеющим с реальным Азербайджаном. Когда в 1918 году Баку был захвачен Турцией турецкими эмиссарами, в Лагвейх стоял Нурипаша, он тогда и придумал новое название территории, которую он захватил. Эту территорию он назвал Азербайджан. Я подчеркиваю Азербайджан через Е. Для чего это нужно было? Нужно было для очень простых целей. Нурипаша и Турция в то время мечтали о захвате Ирана. И они думали, что вот северный Иран, который назывался Азербайджан, что этот северный Иран потом можно будет присоединить к Азербайджану. Что это будет единое государство, которое имеет будет общую территорию с Турцией. И это все продолжение вот того известного вопроса тюркского, вот о той тюркской дуге, которая должна захватить пол Европы. Еще в начале 20 века подобной говорили историки и политики. Выдающийся востоковед-академик Бартольд уже в советское время писал в связи с этим. Термин «Азербайджан» избран потому, что когда установилась Азербайджанская республика, предполагалось, что персидский и этот Азербайджан составят одно целое. На этом основании было принято название «Азербайджан». Но, конечно, теперь, когда слово «Азербайджан» употребляется в двух смыслах – в качестве персидского Азербайджана и особой республики, приходится путаться и спрашивать, какой Азербайджан имеется в виду. Многие постсоветские новые независимые государства в своей исторической политике, в своей идеологической работе привыкли ввести генезис своей государственности то от Адама, то от Чингвисхана, то от великих империй прошлых. Но историческая правда заставляет нас признать, что Азербайджан как политическая нация, не как территориализм, не как географическое понятие, а как политическое понятие, появился только вместе с Азербайджанской демократической республикой в 1918 году в условиях турецкой, германской, а затем и британской оккупации, что это государство не было признано, и оно в таком измерении, в таком случае имеет с исторической точки зрения точно такие же непризнанные права, как и конкуренты Азербайджана в регионе, как те, которые борются за независимость от Азербайджана. Фактически за кавказским татаром была создана государственность, просуществовавшая всю советскую эпоху. Однако, для утверждения своего существования, бакитские портработники всячески старались переписать и перестроить историю таким образом, чтобы в ней имелось место для этноста под названием азербайджанцы. По указу лично Сталина требовалось, чтобы население Азербайджанской ССР начало идентифицировать себя именно как азербайджанцы, поскольку этот термин не приживался с новосозданной республики. Люди именовали себя татарами или тюрками. Решив эту задачу, советский Азербайджан начал экспансию на культурное наследие коренных народов республики армян, талышей, лесгинов, аварцев, удин, цахуров и многих других. Благодаря стараниям Баку, Нахичеван был полностью деармянизирован, а многие лесгиноязычные народы, в том числе талыши, подвергаются тотальной ассимиляции. После распада СССР Азербайджан начал войну против провозгласившего независимость Нагорного Карабаха, которую фактически проиграл, окончательно смирившись с существованием НКР. Однако, благодаря энергоресурсам, Кейдару Алиеву удалось на время отвлечь мировое сообщество от проблемы Карабаха. Ставка Баку была сделана на перевооружение и реанимацию вооруженного конфликта с Карабахом. Или если, например, Азербайджан в случае, например, нанесения Израилем или коалиция желающих удара по Ирану начнет, например, агрессивное действие против НКР, последствия могут быть самыми необратимыми и самыми негативными для Азербайджана. Я имею в виду, что надо не забывать, что есть возможность дезинтеграции Азербайджана. То есть, разумеется, если и Россия, и Иран становятся врагами Азербайджана, то вполне они могут использовать карты, лезгинскую карту, итальянскую карту. Это вполне нормальная политика. Я думаю, что сценарий самый негативный сценарий для Азербайджана. Сможет ли он выжить в окружении двух таких монстров, как Россия и Иран, ну, это вопрос сложный. Я думаю, что лучше не пытаться его проверить на практике. Безусловно, любой народ и любое государство имеет право на существование. Однако, та агрессивная политика, выразившая в освобождении и героизации Рамиля Сафарова, публичном объявлении всех армян врагами и угрозах новой войны, вряд ли приведет Азербайджан к прогнозируемому будущему. Учитывая также резкое сокращение добычи углеводородов, недовольство населения, постоянное нарушение прав человека, никто не станет гарантировать сохранение целостности государства, которое было искусственным образом создано в 1918 году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова